сбор заявок отбор сбор будет завершён будет проведен предварительно отбор какие-то места все эти парки отранжируются вы для себя поймете состояние да там этих проектов как их количество представим что будет принято решение о продлении мероприятия после такого решения будет еще какой-то основной отбор или вот то что сейчас предварительно отбор будет проведен и после него уже никаких мероприятий отборных не планируется коллеги естественно у нас основной будет его никто не отменял да то есть сейчас я повторюсь мы это делаем по большей части для оценки спроса и для помощи вам в будущем основном отборе да то есть основной отбор при принятии решения о продлении как я говорил этой меры он будет проводиться в соответствии с 316 восстановлением 142 приказа вот все в сроках все по регламенту естественно будет проводиться то есть условно говоря для тех проектов которые сейчас подготовиться не успеют ли они не готовы еще подготовить свои документы направить до 4 сентября и когда и если будет основной отбор они также на таких же правах смогут принять участие в основном отборе да естественно просто как бы они будут в основной массе со всеми да просто у тех кого сейчас подаст повторюсь то есть их посмотрит наша экспертная группа у них просто будет чуть полегче в основном отборе потому что уже будет какое-то понимание по нашей обратной связи вот но так даже регион если не подался в предварительный отбор в основной пожалуйста давайте ну то есть правила все те же будут скорее всего то есть и документация вот но при основном отборе важно да то есть тут сказать что составе заявки будет не только то что я озвучил да но вся еще и проектная документация вот то есть там состав заявки гораздо больше вот он также у нас прописано в 142 приказе в 316 постановлении вот то есть тут там с ними можно ознакомиться там перечень документов довольно большой и там уже только за подписью главы вот и со всеми вот этими регламентами мероприятия по отбору проектов ну вот что я не озвучивал до этого понял по дате завершения сбора заявок услышал что если коллеги не успеваю до 4 сентября полный комплект заявки собрать то там ориентировочно до 15 сентября есть возможность дослать получается какие-то недостающие материалы но при этом нужно проект заявки до 4 направить либо все-таки можно весь комплект отправить не 4 там не знаю 10 13 14 сентября ну коллеги я бы здесь поступил так промежуточное письмо мы должны с вами до 4 прислать чтобы у нас вообще было понимание что мы ждем что-то от вас до чтобы наше письмо так сказать этого с вашей стороны вообще не листал без ответов 4 числа вы пишете промежуток и досылайте 10 там край до 15 сентября основной пакет документов вот то есть в два этапа если вы не успеваете в 4 тогда 4 промежуток пишем письмо и уже там 10-15 досылаем весь пакет принято теперь вопрос тоже но я вижу очень много сообщений касательно того чтобы предоставить шаблон финансовой модели при этом хотел бы прояснить статус этого шаблона то есть правильно понимать что данный шаблон является рекомендованной формой но это не значит что все проекты должны обязательно порядке предоставить свою модель именно поэтому шаблоны то есть если у парка уже есть разработанная полноценная финансовая модель он может предоставить ее в том виде в каком она сейчас есть она соответственно должна соответствовать требованиям к финансовой модели но для тех проект у кого еще финмодель не собрана могут собрать вот в этой рекомендуемом в этом рекомендуемом шаблоне финмоделя да да совершенно верно хорошо ну тогда там мы тогда тоже там своим членом ассоциации вы тогда регионам тогда большая просьба этот шаблон на направить потому что огромное количество после вашего сообщения про шаблон финмоделя очень много сообщений было на этот счет так сейчас тогда тоже прохожусь по чату какие вопросы тут есть из тех что еще не задали были какие-то особые условия для городов федерального значения нет коллеги у нас условия для всех вот тоже хороший мне кажется интересный вопрос есть ли смысл готовить заявку от тех регионов которые вот не входят тот перечень то есть образно говоря регионы из-за цифра из пфо им имеет смысл сейчас готовить предварительные заявки ну коллеги тут я думаю знаете как можно формально подойти к вопросу если вам письмо это не рассылалась она не рассылалась тогда на что вы будете отвечать вопрос вот тогда ну я думаю что это в данном случае не целесообразно да вот тоже вопрос несколько человек уже задали касательно предприятий резидентов со статусом мсп это жесткая сейчас требование критерий что все резиденты должны быть субъектами мсп либо часть резидентов может быть не мсп абсолютно жесткое требование которое проверяется со всех сторон значит в первую очередь да то есть все вот я вижу просто еще вопрос арендатором парка да ольга романец извиняюсь если я неправильно фамилию говорю про арендаторов не субъектов мсп тоже нет все кроме управляющих компаний не могут быть не субъектами мсп все должны быть быть субъектами мсп мера в рамках нацпроекта и давайте вообще мероприятие как у нас называется национальный проект предоставление льготного доступа субъекта мсп к производственным производственной инфраструктуре да то есть исходя из этого необходимо обеспечить только субъектов мсп резидентов только могут быть субъекты мсп то есть это жестко это в течение правила действия 10 лет с момента буду эксплуатации хорошо следующий связанный с этим же вопросом вопрос если на старте проекта сейчас заключено соглашение с предприятием которое является средним бизнесом но очевидно что в ходе реализации проекта президентом в течение этих десяти лет он вырастет и переквалифицируется уже в крупный бизнес как в этой ситуации мы смотрим соответствие значит требованию является у нас организация субъектом мсп на момент заключения соглашения есть да то есть естественно у нас нет задачи выдержать граждан на одной категории мы будем только рады если не вырастут за счет нашей в том числе там меры поддержки поэтому на этапе заключения соглашения да естественно должен быть субъектом мсп если он потом через 10 лет вырастет в этом нет проблемы с ним случае не расторгается соглашение хорошо так сейчас еще быстренько смотрим вот вопрос по айти технопарку может ли эти технопарк создаваться по данной программе но у нас парк высоких технологий да как вот мера поддержки которая условно мин цифры да у нас ну то есть не предусмотрен нас есть просто технопарк при этом там требования по резидентам например что они бы у технопарка там не должны быть например там айти или высокотехнологичные у нас нет да то есть это просто технопарк который у нас в котором резиденты занимаются столь иной деятельностью пусть это будет айти проблем нет вот но это не будет являться там условно технопарка высоких технологий вот которые ли у нас относятся там к мин цифровской мере поддержки которые по-моему недавно перед нами промо уже понял такой вопрос его за да сегодня в чате его не видел но регулярно вопрос задают если там подается проект индустриального парка или промышленного технопарка в какой момент наступает обязательства пройти аккредитацию в минпром торги и наступает ли это обязательство для цене полу для цели получения господдержки по линии минэка мы этот вопрос много раз минэком и смартам обсуждали и вот все равно эти вопросы остаются просто чтобы прояснить коллеги смотрите значит у нас есть одно требование то что за полгода до ввода в эксплуатацию парка документы в минпром на включение в их реестр должны быть поданы то когда они будут поданы собственно требования этого у нас нет понятно что там у минпрома могут быть замечания не дорабатываются некоторые зарабатываются долго то есть требование условно что на момент ввода в эксплуатацию парк должен быть уже в реестре такого нет но при этом мы на это смотрим мы этот вопрос контролируем то есть то что вы условно заявку подали про нее забыли такого нет это потому что нам важно у нас есть поручение мантурова да о том что нам нужно гармонизировать всю историю с парками по их линии поддержки по нашей линии поддержки нам важно вот эту связку сохранять и держать поэтому нормативно есть требования потому что было под на заявка только лишь да но фактически мы эту историю потом в течение всей всего сроку реализации парка также смотрим вот хорошо и у меня вас последний вопрос от меня и дальше давайте тогда дадим возможность коллегам вопрос задать можно все-таки еще раз чуть более подробно про эту новую институцию как бизнес-парк да там все-таки в чем там основное отличие от индустриального парка или технопарка кто-то может быть резидентами какой главный вид деятельности основную резидентов бизнес-парка может быть а коллеги смотрите глобальных бизнес-парк это сущность скажем так более упрощенная нежели там индустриальный парк или технопарк у нас там нет требований по соответствию каким-либо другим нормативам кроме наших требований основное нововведение заключается в том что у нас здесь могут быть резиденты это самозанятые до десяти процентов от общего количества да то есть это во многом повышает доступность вообще данные меры поддержки для граждан для самозанятых граждан вот то есть важно нет на самом деле какого-то требования по мире по сфере да то есть тут это на усмотрение региона вот то есть они могут быть разные абсолютно насколько я не ошибаюсь помню там у нас также могут какие-то виды услуг реализовываться вот мы сейчас также очень активно работаем над этой институцией в следующем году мы хотим собственно поподробнее эту историю для регионов прошить может быть дать какие-то рекомендации вот чтобы было понимание конкретно категориальное разделение по этим всем сущностям чтобы регионы сейчас действительно много вот я думаю еще разъяснения по этой истории хорошо давайте тогда дадим возможность может быть участникам с голоса задать вопрос вернемся тогда потом к чату пусть вопросы еще там письменном виде нападают дополнительно коллеги если есть вопросы давайте по одному можно включать создавать добрый день максим гордеев ставрополь вопрос такой на если мы ранее получали субсидию на отдельно стоящий объект возможно ли на этом земельном участке на этом земельном участке на соседние объекты получать эту субсидию ну состав заявки включать коллеги здравствуйте смотрите значит если у нас в рамках проектно-смертной документации да это идет условно отдельная очередь по реализации проекта на тусе про и поезды у нас отдельно идет под этот объект и собственно те коммуникации которые к нему к этому объекту будут подводиться не будут им не будет пользоваться условно объект соседний да то есть это будет конкретно вот обеспечено вот это целевое расходование средств на новый объект тогда вы заявку подать можете вот естественно субъекты примеры показатели которые у вас по прошлому объекту они учитываться уже в новом никак не будет это надо понимать вот поэтому в рамках условно новой очереди да это возможно спасибо тогда еще один вопрос там двадцать первом году вышла новые нормы по системе по требованиям системы пожарной безопасности возможно ли на переоснащение на переужение производственного корпуса который мы уже получали субсидию нет сразу нет невозможно хорошо на прилегающие территории ну например на систему учета контроля доступа куда на территории этого промышленного парка тоже скорее нет скорее нет потому что пользоваться будут не только участники нового нового объекта ну и старого то есть вам тут очень важно обеспечить обособление этого этих двух историй не совсем понял если у нас будет рассматриваться новый объект который находится на этом земельном участке и к нему будем рассматривать проект на систему контроля и учета доступа на территории всего парка дело в том что многие парки вот свете последних событий попали список ну с точки зрения терроризма опасные незащищенные объекты и вот в этой связи необходимо ну как бы улучшать и улучшать увеличивать безопасность и вот в этой части можно ли получить вот на эти системы компенсацию вам нужно советоваться с регионом любом случае если интересно мое мнение я по моему мнению это немножко все таки не про не про целевое назначение средств мы с вами как бы по факту не создаем промышленную инфраструктуру а просто ну то есть условно дорабатываем что-то действующее то есть региону виднее да то есть это вот с юристами региональными глобальной рекомендации не даем что вот этот объект на него можно тратить деньги на этот нет нельзя все написано в правилах тут вопрос уже к региональным органам власти вот подать вы можете наверное заявку как оценит эта экспертная группа это надо тогда смотреть ну просто в вашей презентации мы увидели переоснащение переоснащение да тут имеется техническое перевооружение да тут имеется ввиду скорее как бы направленность производственного характера да то есть но тут вопрос сложный вопрос комплексный я бы предложил вам посоветовать с регионом вот если регион эту вашу позицию примет то подавайте заявку и рассмотрим нет регион понятное дело примет вопрос другом как на это посмотрит москва это вы узнаете по итогам рассмотрения экспертной группы сейчас вот так вот я сказать вам не смогу понятно хорошо спасибо коллеги еще вопросы добрый день добрый день волгоградская область генеральный директор корпорации развития никита александрович а подскажите пожалуйста мы от имени региона подготовили заявку по созданию бизнес парка и такой вопрос у нас brownfield производственный цех здания площадь там 19 тысяч квадратных метров а сам земельный участок это 30 тысяч квадратных метров мы понимаем под самим парком все-таки площадь здания помещений или же с учетом земельного участка как это промышленный парк у вас бизнес парк добрый день а это бизнес парк ну в данном случае наверное у нас все таки от ну учитывая мастер-план да и всю историю то есть наверно с территории то есть тут важно с территории это учитывать понятно что у нас я так понимаю основная территория пользования это все таки сам объект но я так понимаю у нас же там наверно будут какие-то административные здания или может быть коммуникационные что-то конечно конечно мы почему о земельном участке говорим но подъездные пути то есть мы бы сделали красиво было стало но туда тут речь идет о всем участке в целом всем участке хорошо никита александрович а можно подсказать о предварительной оценке экспертов мы будем регионы уведомлены о том что необходимо что-то доработать или уже только на следующий год когда будет отбор будет какая-то мы планируем дать обратную связь сейчас пока мы находимся в стадии обсуждения каким именно образом это будет но то есть естественно мы рассмотрим и обратную связь и какую-то позицию по каждой заявке который будет прислана дадим хорошо никита александр спасибо вообще минэкономразвития что дали возможность принципе вот южно-федеральном округу в частности волгограду поучаствовать а такой вопрос понятно гипотетически что сумма 500 миллионов с учетом ситуации цены меняются сейчас конечно вам надо понимать сколько заявок да там сколько срез в бюджете предусмотреть о желающих а вообще сумма может увеличиваться в процессе когда вы будете объявлять официальный отбор или нет тут никак не могу этот момент прокомментировать то есть пока сумма все стоят очень жестко если на уровне правительства будет принято решение да мы как бы всех конечно уведомим вот сейчас пока вот может не может никак прокомментировать спасибо огромное спасибо я со своей стороны позволил коллег из городской области в данном вопросе поддержать потому что действительно когда сумма 500 миллионов 250 500 формировались это был 2018 год и к сожалению да за эти пять лет цены выросли существенно и надо тоже это понимать в планировании что за эти же деньги к сожалению можно сделать построить сегодня существенно меньше чем пять лет назад и я бы тоже своей стороны это там от имени ассоциации индустриальных парков от всех наших членов ассоциации просил бы в обсуждении этом рабочих обсуждениях с правительством том числе данный вопрос учитывать по крайней мере его не скидывать со счетов сразу а иметь как один из пунктов для обсуждения параметра будущей программы да хорошо мы учтем также руководство веду спасибо коллеги вопрос еще ласуна николаевна за начальника департамента хотелось бы задать такой вопрос у нас на текущий момент регионе прорабатывается 4 2 индустриальный паха и 2 технопарка мы объективно понимаем что мы не сможем подать полный пакет документов четвертому и даже в сентябре в конце сентября мы не сможем этот пакет документов сформировать он у нас окончательно будет готов вот уже именно в соответствии со всеми требованиями в поработкой конец следующего года при этом мы понимаем что идет запрос на субсидию 25 30 год как нам в данном случае быть будет ли учитываться в основном от горе то что мы не участвовали сейчас предварительном от горе какие наши действия спасибо здравствуйте вы сказали что заявка будет готова в конце следующего года нет мы сейчас прорабатываем то есть у нас полностью мастер-план бизнес-план все соглашения это конец следующего года мы реалисты да то есть но уже реально мы сможем по ряду проектов заявляться на получение субсидий в двадцать пятом году какие наши будут в данном случае как нам быть ну в данном случае тогда я бы вам советовал работать в своем темпе да то есть вот тот этап да под тот год когда вы сможете подать заявки собственно их подавать как-то оценивать участвовал ли регион предварительном от горе или нет у нас это правило не предусмотрено это делается в первую очередь для вас да потому что чтобы получить какую-то обратную связь да от экспертов нашей группы нашей комиссии вот так на общих основаниях если ваш собственно регион будет проходить вот эту меру поддержки будущем вы сможете попадаться в тот момент когда вы будете готовы вот и все спасибо добрый день коллеги слышно нас добрый раз республика крым гитаре александр спасибо большое за презентацию вот в чате уже этот вопрос написали коллеги но не не услышали ответа по 20 процентам собственным каким образом они подтверждаются и при предварительной заявки нужны эти подтверждением да спасибо за вопрос смотрите глобально подтверждаются они при реализации проект если мы говорим да то есть у нас есть с вами график где есть отдельный граб по проценту бюджетного финансирования на тот или иной период да это у нас квартальная отчетность регион на то есть нам подает процент по уровню бюджетного финансирования тот или иной период вопрос как как управляющая компания региону доказывает тот или иной уровень, это вопрос к региону, как вы примете уже. Что касается предварительной заявки и вообще заявки, то есть это может быть на данный момент гарантийное письмо руководителя управляющей компании, это может быть, не знаю, предварительное какое-нибудь одобрение заявки на условность по кредиту, это может быть просто декларирование готовности выделить такую-то сумму в такой-то срок и за подписью условно главы-замглавы региона. То есть тут важно другое понимать. После того, как весь этот процесс пройдет, проект будет реализовываться, рано или поздно придут проверяющие органы в регион. У них запрос, собственно, по всем документам, счета фактуры, банковские выписки и так далее. То есть тут важно понимать региону совместно с инвестором, какие документы вы сможете представить, все, что вы сможете доказать. То есть тут условно цифры в графике отделаться будут сложно. То есть у нас требования гораздо более простые, это декларирование и потом впоследствии уже отчет по графику. Вот и все. Спасибо. Да нету что. Олег, еще вопросы? Республика Кони, слышно? Да, слышно, дорогие. Добрый день. Заместитель министра экономического развития Киркесиана Рене. Скажите, вопрос тоже в чате написала по поводу нескольких земельных участков под создание технопарка. Мы придерживаемся требования ГОСТа про расстояние не более двух километров между участками. Слушайте, тут вопрос земельный, я так скажу, Минеком он не регулируется. То есть тут, если регион, например, ну, если вы декларируете, да, объединение двух или более участков, например, которые находятся на расстоянии друг от друга, просто это не очень логично с точки зрения доступа к инфраструктуре, понимаете. Если у вас профильные ведомства эту историю согласуют, да, например, там, если... Ну, чтобы не было, например, этих двух километров между ними, то не вопрос. Если прям жестко будет требование по раскраничению участков, да, и на определенном расстоянии, вот, ну, тогда вы можете подавать в этом виде заявку. Вот, ну, просто это нужно объяснить способ коммуникации между ними. Потому что, если, условно, там административное здание находится там, производственные площадки здесь, ну, то есть просто с точки зрения логистики, да, и логики, это, ну, проблематично. Это понятно, да, что логика, да, должна быть какое-то описание, как они будут использоваться резидентами оба участка. Вот, другое дело, что если читать нормативку, как бы, да, то нужно ее смотреть комплексно, и два километра получается, что необходимо все-таки учитывать, вот, поэтому... Ну, учитывать в площади вы имеете в виду участка, или учитывать... Ну, для изучения требования одного гектара, потому что один участок, он не составляет один гектар, да, по требованиям нашим минимальным. Вот, соответственно, они второй участок еще потенциальный, который смогут использовать, да, чтобы обеспечить требования одного гектара. Вот. Соответственно, по участку на сегодняшний день у нас ситуация, это более чем два километра, вот, а мы все-таки руководствуемся ГОСТом и понимаем, что в Минеке этот вопрос никак не урегулирован, ну, и инвестор говорит, что это никак не урегулировано в нормативке, но у нас есть ГОСТ, который говорит, да, про два километра, поэтому все-таки мы придерживаемся позиции, что тут нужно смотреть комплексно всю нормативку. Не вопрос, то есть если у региона такая позиция, да, тогда вы учитываете требования ГОСТа, естественно, и как бы это правильно, вот, тогда, ну, мастер-план участка должен быть составлен вот с учетом вот этого разграничения между ними. Хорошо, спасибо. Никита Александрович, можно вопрос? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Приморский край, инвесторальный парк Приморья, управляющая компания. Вот вопрос такого плана. Если новый промышленный парк должен быть размещен на территории предлежащего развития, при этом управляющая компания и территория предлежащего развития вкладывает федеральные средства в создание общих объектов инфраструктуры, и это позволяет нам подключаться к сетям бесплатно. Но заявку планируется подавать на внутриплощадочные сети. Возможно ли такая ситуация в существовании двух мер федеральной поддержки? Спасибо за вопрос, он тоже довольно частый. Смотрите, у нас сейчас правило по разграничению по 11.19 и по 831, это промышленные меры поддержки, там меры поддержки Минжекомбанка. Что касается истории про территорию опережающего развития. Действительно, сейчас вопрос не урегулирован нормативкой, но мы с вами понимаем, что это тоже, собственно, принцип военного финансирования, которого быть не должно. То есть у нас с вами правило один объект, одна мера поддержки. Если, условно, если вы сможете разделить объекты, инфраструктуры, на которые давались деньги, по другой мере поддержки, и разделить наш объект, при этом чтобы не было перекрестных никаких ситуаций, тогда это возможно рассматривать. Но если мы с вами берем, условно, на одну и ту же инфраструктуру, на один и тот же объект, деньги там и там, это невозможно. То есть тут очень важно тогда разграничивать за счет той же самой проектно-сметной документации, показывать, что вот это уже есть, мы на это денег не берем, берем только на внутриплощадочную коммуникацию. Никакое там тех присоединение нам не нужно, потому что она уже обеспечена. То есть тут просто с точки зрения подачи заявки очень важно разграничить тогда, что ты строил за счет, ну, что релизу за счет одной меры и за счет другой. Спасибо. Да, не за что. Никита Александрович, прогуляться тогда по остальным мы ответим письменно. Никита Александрович, можно? Да. А подскажите, вы еще говорили, что управляющие компании, важен опыт. Можно тише, коллеги? Понятно. Мы в нормативно-правовых актах этого не нашли, как это будет оцениваться. Ну, вот в нашей ситуации у нас бизнес-парк, Браунфилд и организация, мы планировали, что это все-таки новая управляющая компания. Это как-то будет аранжироваться по баллам? И где это можно посмотреть? Это просто наша рекомендация. На это должен смотреть регион, чтобы выбирать надежных партнеров. У которых есть какой-то портфель проекта за спиной. То есть это просто наша рекомендация. Это с точки зрения аранжирования никак не учитывается. То есть он может быть в группе компаний. Понятно. Все хорошо. Уважаемый Никита Александрович, уважаемые коллеги. Индустриальный партнерский, Айзатулина Александровна. У меня предложение. Предложение – это поднять вопрос перед министром о расширении программы, о расширении проекта. То есть снять все ограничения в отношении регионов. Это раз. И второе – это значительно увеличить финансирование. Чем я это обосновываю? Ну, во-первых, задачу создания суверенной промышленности никто не отменял. Это первое. И второе. Самое главное при выделении вот этих субсидий – это чтобы государство своевременно получило средства вложенные. При государственном частном партнерстве, вот по этой программе, как происходит выделение субсидий? То есть сначала расходуются частные деньги, и потом только происходит возмещение затрат за счет субсидий. То есть у нас платится НДС, налог на прибыль, страховые выплаты. То есть в течение, пока осуществляется 1-годичный или 2-годичный проект, во время этого строительства до 50% всех затрат уже возвращается государству. И до 2-х лет потом возвращается средство по наполнению этого производственного корпуса. Поэтому я бы поднимаю вопрос о том, что снять ограничения в этот раз и значительно увеличить финансирование по этому проекту. Это очень актуально. Живой пример. Вот мы участвовали в национальном проекте. Это 2020-2021 год. Это ковидные годы. Это когда кругом все стояло, но все, и президент в том числе, отмечает, что у нас был рост промышленного производства. Рост промышленного производства в стране был в том числе и за счет вот этого национального проекта. И я думаю, что этот проект надо значительно расширить. Тем более, вот Максим говорил, что последние три года цены значительно увеличились на строительные материалы. Сейчас что у нас, какая ситуация с ключевой ставкой. И я абсолютно уверен, что если не будет субсидирования от 20 до 50%, то вкладывать в промышленную недвижимость никто не будет. Поэтому я прошу рассмотреть мое предложение. То есть это снять ограничения и увеличить значительное финансирование этого проекта. Спасибо. Да, спасибо за предложение. Мы при проработке подходов к продлению меры его учтем. Это запрос такой не первый, действительно. У многих регионов есть похожие предложения. Мы их обязательно рассмотрим. И, собственно, совместно с заинтересованными федеральными органами какая-то позиция будет. Мы ее, собственно, доведем. Сейчас пока эта работа ведется. Поэтому никаких решений, как я говорил, нет. Но за предложение спасибо. Мы его обязательно учтем. Коллеги, давайте тогда, вот уже, получается, будет третий, последний вопрос. Как Никита Александрович предложил. Будет ли он? Так, коллеги, пока тут... Добрый день. Так, вот, слушаем. Томская область. Подскажите, пожалуйста, есть ли из региональной практики уже вот по тем 20 регионам, которые подавали заявки, понимание, кто на региональном уровне, какой орган, департамент или министерство должны быть ответственными за подготовку заявки? И правильно ли понимаем, что эти средства будут предоставляться, как получать или именно тому органу, который в регионе ответственен за развитие МСП? Спасибо. Да, здравствуйте. Вопрос сложный. Почему? Потому что организация уровня власти на территории региона, она разная. Собственно, где-то Министерство экономики и промышленности объединены, где-то Министерство экономики и финансов объединено в каких-то регионах. То есть тут это на решение только главы региона или администрации региона. То есть у нас никаких абсолютно рекомендаций по этой истории нет. Есть практика, когда департаменты инвестиций с нами работают. Есть практика, когда департамент экономического развития. Есть практика, когда департамент промышленности. Тут очень все диверсифицировано, коллеги. Поэтому тут абсолютно на усмотрение региона. Просто, естественно, важно обеспечить то, важно обеспечить логику в первую очередь. То есть чтобы тот Раиф, который этим занимается, он был погружен в тематику, взаимодействовал на постоянной основе с управляющей компанией. Я думаю, что там, исходя из даже вот этих двух параметров, можно определить, да, какой орган власти на территории региона этим по большей части занимается. Ну, тут я, позвольте, там и добавлю немножко к этому ответу. То есть мы видели на нашей практике, видели, видим, что, да, в большей части координаторами органов власти, которые занимаются подготовкой и заявкой, как правило, все-таки являются там министерства или департаменты экономики, да, там как министерства органов власти, по сути, таком вертикали власти Минека. Но в тех случаях, когда в регионе, допустим, полномочия по созданию и развитию индустриальных парков, технопарков, допустим, переданы Министерству промышленности региональному, то были такие случаи, когда заявку готовил региональное Министерство промышленности. Были случаи, действительно, когда вроде бы за МСП в целом ответственен Минек региональный, но непосредственно на заявку на финансирование индустриального парка готовит Министерство инвестиции. При том, что есть еще и Министерство промышленности, которое курирует промышленную политику. Тут вот поэтому действительно вам надо просто подробно разобраться в вашей структуре региональных органов власти и понять, в положении какого из министерств, образно говоря, МСП, и в положении какого министерства или департамента непосредственно индустриальный парк или технопарк, в зависимости от того, какой проект вы реализуете. Так, коллеги, ну, тогда, я так понимаю, вопросы исчерпаны. Большое спасибо, Никита Александрович, вам за подробный сегодня такой рассказ и ответы на вопросы участников. Я думаю, что для всех это мероприятие было крайне полезным. И тогда вот как договорились те материалы, которые, собственно, коллеги от нас, точнее от вас ждут, тогда сорганизуемся. Вы тогда направите региональные органы власти, мы своим членам ассоциации, управляющим компаниям тогда тоже эту информацию продублируем. Всем большое спасибо и успешной работы, хорошего дня. Спасибо, коллеги. До свидания. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok